Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpa, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И как мы видим, рынок зафиксировал такое маленькое снижение за последние 24 часа. То есть, я бы все-таки сказал, что на графиках ведущих криптовалют, то есть, идет некая стабилизация, или точнее попытка для того, чтобы цена начала стабилизироваться и консолидироваться после падения, которое началось на прошлой неделе. Конечно, есть и всегда исключения. Есть некоторые криптовалюты, которые повышаются. На самом деле, вот зеленые графики даже. Давайте сегодня проанализируем Avalanche, потому что она не входит в топ-10. Она практически на границе, чтобы зайти в топ-10. И достаточно интересная криптовалюта, которую сейчас очень активно обсуждают. И мы тоже практически ее обсуждаем достаточно давно уже. Соответственно, давайте сегодня мы проанализируем график Avalanche, чтобы посмотреть, как практически вот этот зеленый график выглядит на всех ключевых таймфреймах. Итак, сегодня мы обсуждаем Avalanche. Конечно, мы начнем с месячного таймфрейма. До этого я уберу лишний элемент из графика. То есть, месячный график. Знакомый нам график. Здесь цена 116 долларов и 95 центов. Итак, что у нас практически есть на месячном таймфрейме? Мы в известной степени хорошо знакомы с графиком. Периодически я обсуждаю Avalanche, может быть, один или два раза в месяц. Также периодически пишу статистику, точнее аналитику, технический анализ для Leo Finance. Периодически мы обсуждали Avalanche. Мы видели все вот эти формации. Давайте напомним, что в начале года был сильный рост. Затем коррекция, стабилизация летом. И после этого началось вот это, точнее, вот это сильное движение вверх. Здесь была маленькая пауза в виде доджа. И здесь практически возобновился рост. И нарисовалась вот эта мощная бычья свеча. Что сейчас нам последние свечи говорят? Безусловно, это мощная бычья свеча. Здесь исторический максимум. То есть, это самый высокий уровень вблизи 150 долларов, согласно Binance. Здесь практически вершина или этот локальный максимум значительно выше предыдущих. Текущая впадина или локальный минимум практически у этой свечи значительно выше предыдущих. То есть, безусловно, это мощная бычья сигнал. Конечно, до конца месяца еще одна неделя ситуация может поменяться. Свеча может поменяться. Мы будем следить за ситуацией. Но при такой свече, безусловно, у нас на меньшем тайм-фрейме мощный бычий сигнал. Однако, есть и один тонкий нюанс. Если посмотреть на вот эту практически верхнюю тень, безусловно, видно, что эта верхняя тень достаточно большая. И, соответственно, это говорит о том, что, скорее всего, здесь появляется уже медвежье давление. Кто-то продает. То есть, я предполагаю, что это те люди, которые покупали. И они практически достаточно довольны со своим профитом, со своей прибылью. И на текущих уровнях они потихонечку продают и фиксируют профит, то есть, прибыль. То есть, их эти уровни устраивают. Я считаю, что, может быть, это медвежье давление может продолжиться. Поэтому мы должны быть очень аккуратным. Хотя график идет вверх. Мы сейчас по этой тени видим потенциальное медвежье сопротивление, которое практически может продолжить давить на цену. Потому что, видимо, некоторые практически инвесторы или те, которые покупали этот токен, сейчас довольны и выходят на этих уровнях. Итак, weekly. Что у нас на недельном таймфрейме? Сильный рост в начале года, консолидация, коррекция, стабилизация, возобновление роста. И вот практически последние свечи, которые имеем. Сейчас мы их проанализируем. Здесь практически при возобновлении роста была череда в основном из бычьих свечей. Ну, я говорю в основном, потому что здесь дочь, у которых минимумы повышались, так же и максимумы. Безусловно, это был бычьим сигналом. И он остается. Но текущая свеча, хотя сегодня среда, эта свеча может поменяться, имеет медвежье тело, имеет вершину выше предыдущей. То есть это хороший бычий сигнал. Впадина, если останется на этом уровне, будет выше предыдущих. То есть это будет еще дополнительный бычий сигнал. Но эта свеча практически имеет маленькое медвежье тело. Плюс вот эти две свечи имеют большие верхние тени. Таких теней по пути на этом росте пока еще не было. То есть мы видим и на Уикли, что хотя сохраняется бычий сантимент, бычие сигналы, у последних свечей большие верхние тени, на Уикли, которые говорят о том, что вот оно, это сопротивление, вот оно практически, вот она зона, в которой, видимо, кто-то из покупателей, которые ранее покупали, они выходят, они фиксируют прибыль. Так что на это нужно обратить внимание, нужно учитывать, понимать, что в любое время может практически это и расшириться. Может быть кто-то сейчас будет выходить. Так что будьте очень аккуратными. Нужно следить за динамикой графика и на более коротких таймфреймах, чтобы сразу понять, если возобновляется восходящий тренд или рост, или продолжится это давление. Давайте сейчас перейдем и на дневной таймфрейм. Итак, дневной таймфрейм. Рост, консолидация, коррекция, стабилизация, рост, возобновление, здесь зигзаг. Сейчас что я хочу сказать. Мы, конечно, давайте проанализируем вот эти последние свечи. Ну, видно, что простым глазом график идет вверх. Однако есть один сейчас тонкий нюанс. У вот этих последних бычьих свечей практически большие верхние тени. То есть еще здесь, на дневном таймфрейме, уже было видно, что кто-то выходит, кто-то продает, кто-то практически... Потому что у предыдущих свечей таких теней, я бы сказал, что не было таких больших теней. То есть вот как у этих двух свечей. Вот здесь и здесь. И, по сути, это говорило о том, что здесь кто-то начинает фиксировать прибыль. Но самое интересное, что вчера практически нарисовалась вот эта медвежья свеча. Которая своим телом поглотила тело предыдущих свечей. Также она имеет вершину ниже предыдущих и впадина, которая обновила предыдущий локальный минимум. То есть это медвежье поглощение. И, соответственно, это медвежий сигнал, который обычно рисуется в конце сильного роста. Говорит о том, что наступает коррекция или практически даже разворот тренда. Сейчас о развороте тренда не стоит говорить, но о коррекции можно говорить. Но я что хочу подчеркнуть. Это дневной таймфрейм. Это не самый надежный таймфрейм уже для вот этого свечного анализа. И поэтому здесь ситуация, то есть он надежен, но это нужно практически применять очень активно. То есть следить за графиком. Потому что эти свечи могут быстро развернуться как вверх, так и вниз, и вбок. То есть здесь есть медвежье поглощение, есть маленькие медвежьи сигналы. Но чтобы на этого практически выключить графики, уйти на неделю или две, и потом посмотреть, что что-то произошло, не подходит. Эти дневные свечи уже нужно ежедневно в течение дня даже за ними следить, как будет рисоваться следующее. Смотреть на короткие таймфреймы. То есть это уже требует более активный мониторинг, если так хочу сказать. Но здесь есть этот медвежий сигнал. Сейчас мы добавим ключевые скользящие средние на дневном таймфрейме, потому что находимся. Начинаю, безусловно, с 30-ти дневной или месячной. То есть 30-ти дневная или месячная скользящая средняя. Затем 90-ти дневная или 3-х месячная скользящая средняя. И последняя, это, конечно, годовая или 360-ти периодная. Итак, вот они эти три скользящие средние. Что они нам говорят? Ну, безусловно, простым глазом видно, что все три скользящие средние идут вверх. То есть это бычий сигнал. Также, безусловно, видно, что у нас бычье распределение скользящей средней. Сверху 30-ти дневная, потом 90-ти дневная, потом годовая. То есть это еще один бычий сигнал. То есть, безусловно, спокойно можно сказать, что по скользящим средним тренд идет вверх. Это бычий тренд. Все понятно, все ясно. Но, безусловно, мы понимаем, что иногда, вот как и здесь, например, цена очень быстро начинает двигаться. Например, в этом случае вверх. И она отходит очень сильно от 30-ти дневной или месячной скользящей средней. И периодически происходят коррекции, чтобы цена стабилизировалась, вернулась к своей справедливой стоимости, если так могу сказать. Так что, график идет вверх. У нас бычий тренд. Но мы очень далеко от скользящих средней. И поэтому в любое время может произойти коррекция, как и вот здесь, как и вот здесь, чтобы протестировать эти скользящие средние. Таким образом, если здесь коррекция продолжится, если люди будут фиксировать прибыль, то ближайшая поддержка это 30-ти дневная скользящая средняя или, грубо говоря, на данный момент 89 долларов. И даже если график при таком сценарии приблизится к этой скользящей средней, все равно бычий тренд останется по скользящим средним. Это будет просто вот как здесь, здесь тестирование вот этого ключевого уровня. Итак, это по скользящим средним, то есть бычий тренд, тренд идет вверх. Но пока график достаточно далеко от скользящих средней, необходимо понимать, что в любое время может произойти коррекция. Итак, переходим на четырехчасовой таймфрейм. Х4. Что у нас есть? Вы знаете, мы этот график очень хорошо знаем. Тем более, что для Leo Finance я на Х4 практически рисовал вот эти бычьи флаги. Мы там пытались поймать возобновление тренда. Все это мы видели неоднократно, как и здесь, так и здесь. Давайте начнем с той части графика. Вот здесь был рост. Затем последовала коррекция. Мы это видели. Вот здесь нарисовался нисходящий канал. И вместе этот нисходящий канал со столбиком нарисовали бычий флаг. Здесь мы увидели выход из флага, возобновление тренда. Все это мы обсуждали. То есть, когда заходить и так далее, накладывали даже цели. Вот примерно такая же волна по размеру. Здесь тоже была практически коррекция. Вот, соответственно, другой флаг был здесь. Конечно, сначала был симметричный треугольник, который перешел в флаг. Мы это видели, обсуждали. Здесь тоже практически смогли поймать возобновление тренда. И таким образом, то есть, бычьи флаги нам хорошо знакомы. Мы знаем, как практически ими пользоваться, как находить точки входа. На многих графиках криптовалют в то время практически были такие флаги. То есть, это практически для нас все отработано. Итак, что сейчас произошло? Значит, после выхода из этого флага и продолжения восходящего тренда, график добавил еще одну такую волну вверх по размеру. Как вот здесь и здесь. Однако, здесь практически произошла, может быть, маленькая консолидация или пауза. И график, видимо, практически не скорректировался, как вот здесь, например, вот так, и чтобы потом выйти вверх. А просто он продолжил свое движение вверх и, может быть, добавил еще одну такую по размеру волну. Вот она практически. Соответственно, здесь получается, что график перешел очень быстро вверх и нарисовал такую же волну, еще одну по размеру. И, соответственно, это две волны практически без паузы, без коррекции. Поэтому, может быть, здесь сейчас, вот эта коррекция, которая была здесь, сейчас идет. Я хочу сказать, что можно предполагать, что эта коррекция может практически протестировать вот эту зону между двумя практически волнами. Там, где практически, по сути, должна была бы произойти некая коррекция или консолидация. И это говорит о том, что если график скорректируется, он дойдет до уровня примерно 100 долларов. То есть, чуть выше, чем та скользящая средняя председивная, что нам показывала. Так что, здесь можно понимать, что вот где-то около 100 долларов плюс-минус 5 долларов есть хорошая поддержка на фоне и дневного таймфрейма, и четырехчасового. Так что, если происходит коррекция, вот в той части можно пытаться поймать некую точку входа, если будет отскок. Поэтому мы сейчас все это уберем, и мы даже перейдем и к более коротким таймфреймам. То есть, на хаш один ботон график. Мы, конечно, перейдем к линейному графику, чтобы убрать волатильность. И здесь, после выхода из этого флага, который был, начался вот этот восходящий тренд. То есть, здесь восходящий канал. Но, может быть, эти линии можно немножко перенастроить. Ну, логика понятна. У нас здесь нарисовалась череда из повышающихся впадин и вершин. То есть, это восходящий канал. Однако, вот здесь график вышел за пределы канала. То есть, произошла попытка ускорения тренда. То есть, контуры практически начали меняться. Угол начал меняться. Бычий тренд начал ускоряться. И, соответственно, сейчас, когда произошла эта коррекция, мы начинаем тестировать верхнюю границу канала. И я рассматриваю вот следующий сценарий. Либо сейчас график получит поддержку, развернется и попытается возобновить рост и будет его возобновлять. И мы действительно увидим ускорение восходящего тренда. И потом уже нарисуем новый канал, восходящий. Тогда, конечно, и на четырехчасовом, и на дневном таймфрейме появится разворотная формация. Мы это увидим, если это произойдет сейчас на часовом таймфрейме. Или график зайдет обратно в этот канал и рано или поздно прикоснется к нижней линии вот этого старого восходящего канала. И это условно также 95-100 долларов за одну цифровую монету. И тогда, если график от нижней части вот этого канала пойдет вверх, вот тогда, конечно, получится еще сигнал на покупку. До этого, конечно, стоит просто понаблюдать за графиком. Нам нужно на более коротких таймфреймах активно смотреть, что происходит, чтобы практически поймать вот эти движения разворотные или там коррекции, если они будут. Думаю, что все понятно. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом по графику Avalanche, качестве комментариев ниже этого видео. А так, я вам всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте. И до следующего обзора. С вами, как всегда, в этом время был AdCrips. Пау. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...